шалом шалом это наша с вами рубрика мудрой стороны на каждый день с леви ашером харпатиным и сегодняшняя наша тема естественное сожаление когда яков узнал что его сын йосеф жив и стал правителем всего египта он не смог сдержать свои эмоции и расплакался и сказал да да будет слава господу он сохранил моего сына йосеф сказал якову папа отец переезжай со своей земли в землю египта и будешь ты здесь дарован и плодами и жильем и будешь ты обогачен однако яков конечно был огорчен этим потому что он боялся переезжать он уже был в старческом возрасте и он нес ответственность за своих потомков за свою семью всего зашло в землю египта 70 человек однако господь всегда поддерживал якова игорь и подавал ему различные знаки после чего старик немножко успокаивался однако бог также полностью не успокаивал якова потому что каждый еврей обязан быть огорченным потому что мы находимся в галуте в изгнании и мы должны стремиться быть в земле израиля что мы должны делать мы должны исполнять заповеди всевышнего его его волю больше молиться брать на себя новые заповеди которые мы можем исполнять сейчас нет храма никакого не переносного не храма который находится в которой мы можем зайти нет нет левитов коинов точнее нет они есть но нет этого служения поэтому именно мы мы каждый еврей как личность должен себя прокачивать брать на себя больше исполнять заповеди и радовать всевышнего потому что Всевышний наш проводник. Это наш Папа, с которым мы разделяем и радость, и горе. Желательно, конечно, чтобы наши поступки ввели нас только к радостью. Все. Всем желаю хорошего дня. Брахавыц лоха. До встречи.